Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я выступаю предводителем Марокко. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на её появляется в верхнем правом углу. Всем остальным приятного просмотра! Блин, конечно, мне тут хорошенько всё пограбил австриец. Всё, никак не могу экономику восстановить. Ну, у нас уже защитный пакт с ним, так что я не думаю, что мы ещё будем с ним воевать. А вот Рим, наверное, может напасть, так что лучше на деньги пускать. Вообще, конечно, было бы неплохо атомные электростанции построить, но урана нету. Буду строить караван-сарай, чтобы увеличить отдачу денег от города. Ну и, тем более, караван-сарай не требует содержания. Сажу экскому по городам, чтобы они тоже деньги на содержание не тратили. Так, тут, наверное, караван. Да, караван мешается. Ну, австрийцы всё вокруг городов стоят всё равно. Блин, куда же караван-то отправить? Давайте, наверное, в столицу отправим. Так, ну, тут покасался. В сон, хотя, может, в Касабланку перекинуть. Так, ещё один караванчик. Давайте, в Марракеш. Вот, Рим уже Эфиопа по науке обогнал. Не увлека заслуга. А ещё у Рима практически в два раза больше производства, чем у меня. Не знаю, мне кажется, Ария стоит на нас нападать и по очереди захватывать. И я уверен, что у него может хватить сил. Если он выйдет в стелсы, то у него явно будет и стелсов больше, и строиться они будут лучше. Я уже не говорю про икскомы. Икскомы вообще можно просто высаживаться икскомами и всё нам грабить. Фиг знает, отобьёмся или нет. То есть меня лично сейчас больше Рим успокоит, чем австриец, конечно. Что я лучше построю перерабатывающие заводы, чтобы ещё какой-нибудь алюминий был. Ну и тем более алюминий нужен для строительства деталей космического корабля. Ставлю в Одисабебу караванчик. Не думаю, что мы с Эфиобом будем воевать, потому что Эфиоб реально отстал почему-то. Да смыль. Да смыль они объездят свою воевать. Иог Constitution 3 Schutz формируется на территорииimmune學ём, чего же D. На территории не орели учились. Кто-то действительно состоит. Что это за рубежи от которыхcep前 создали. Продолжение следует... 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 а улететь никак не помешает эти предлагаешь первую выпилить просто я вижу его столицу а у фил у фил у меня нет никого ты как хочешь а я бы направился встретить подождал перемирия еще вдвоем мы забрали пока не комаров и ты мне это не остановился я больше он ты больше городов и грешил здесь у меня мнение нет ничего это это не стиляры а суши очень неплохо остался снимают конечно присоединяйся к веселью не вижу особого веселья слушай у рим это тоже стелс бомбер это ну так и что и чего и чего ждать тогда спрашивается как у меня нет в районе школы так с комы там высаживает по границе постепенно постепенно подведешь слушай блин а как я косушек я чуть не проспал прикинь а сейчас баран да то блин тут еще вообще непонятно он вполне может сейчас нас по чикать о да 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 я вас как по чеку заставку даже больше чем меня и что его купил решили смысле купил лодку под лодку построить что я не могу лодку построить какие же упора то это вас да то есть это ты у нас вышел в стелс и почему естественно я не ожидал от тебя что ты выйдешь в стелс и ты еще будешь с нами воевать мало ли что-то не ожидал понимаешь эфиоп рим настроил кучу стелсов и планировал нападать эфиоп это наглая ложь мне пришлось сейчас тратить олдшвард на стелсов которые даже выходить не собирал в космическую гонку да нет ты просто рассказывал что ты далеко по технологиям а ты тут оказывается в стелсах вообще-то от меня в четырех технологиях например я не знаю я так понимаю что вообще смысл дальше мертвы давайте заканчивать чем не подожди почему замысл то играть то есть вы считаете что я тут победил просто нет что ли а чё каким образом все не однозначно у меня один алюминий я строю заводы мусорные чтобы хоть какой-то алюминий был а какое предложение чтобы а разобрал меня ты посмотри какой у него производства какая демографии как все а стоп у нас уже тут эфиоп впереди да я у меня золотой век запустил а у меня не золотой век у тебя не был золотой век я буквально когда лёш ты любил войну ты был пирпой от громки я запустил свой золотой век да откатывай чё тут надо решать чё дальше то смысл то есть ты говорил на австрийца чтобы он сопротивлялся когда он кричал давайте мы закончим он реально сопротивлялся остался в игре и что и после этого вы опять вдвоем перед меня то есть ты хотел чтобы тебе дали спокойно поразвиваться до куда поразвиваться вот смысл сейчас австрийца меня брать потому что ты очень неплохо выглядишь у тебя стелсы и что вы решили поиграть в космическую гонку я вас никогда не догоню но ты вышел стелс и ты нас можно захватить я не я не понимаю вот твою эту обиду ты нас не можешь догнать у тебя есть почему-то армия у тебя настроена куча парашютистов у тебя куча стелсов другого 15 стелсов у меня 10 стелсов 11 это потому что мы сейчас на тебя напали так через несколько через несколько ходов у тебя было бы всего достаточно куча через несколько ходов у меня будет стелсов столько же сколько у вас у меня также рассказывал как ты офигенно отстаешь по технологии ладно давай не надо мне ну ара объясни мне если ты вот чё ты тогда планировал сделать ты нас догнать не можешь я типа армия ты просто сидишь доигрываешь или что конечно конкретный план у тебя настроены парашютисты ты перекупил гэгэшки с алюминием одну из них у меня тебя был конкретный план нападения выбрал бы я с лидером и на руку это встреч но австрийц решил забрать меня молодец австрийц дальше улетит лёша берет из песни хорошо отлично ты бы воевал со мной и и захватил бы меня это тоже на руку австрийцу австрийц за это время вполне может успеть улететь и ух ты шок раз не понимаешь что нет чего я понимаю что у тебя отличный план был захватить захватить одного из меня захватить другого из нас это отличный план но да я просто от скуки решил на тебя напасть и оказалось это очень вовремя я вообще не вижу причин идти в стелс и если ты планируешь как-то там улетать куда-то я не шел в стелс и я стелс и взял вход когда-то у меня напал отлично а лазеры ты открыл просто так случайно да если я туда шел а зачем те лазеры но без стелсов вот на такие случаи я бы отбил а двух нет ну заканчивай ход там чем заканчиваем или чё да блин я не считаю что я тут уже победил вот каким он вот то есть вот даже не даже вне игры если говорить почему вы считаете что я победил давайте вот конкретно говори по технологиям тогда просто я открывал то есть я открыл лишний стелс лазеры вот у меня открыты сателлиты нанотехнологии то же самое австрийцы я думаю значит отлично столько верхних технологий атомная теория у нас обоих открыто так так значит у меня ли видимо только экология экология и пенициллина так понимаю криогеника нет ну криогеника я думаю там у тебя один ход открывается или же ну да ну то есть пенициллина экология все вот и вся разница у него денег на детали не хватит а у тебя вот инженера хватит у меня нету ни одного инженера нету ни одного инженера и вообще они даже не появятся мне всю игру их не было меня нету веры чтобы меня больше не инженеров чем у лёша был за все ну а чё почему идет речь о том что я тут уже реально поймут даже если я не говорю о том что типа там ядными нападать и прочее вот просто понимание игры дальше что вы хотите сейчас берете ару дальше что а потом угоняться по технологиям кто первый улетит а почему вы сейчас не гоняетесь по технологиям кто первый улетит зачем брать его потому что у него на армию на строке сейчас гоняем в стелсах он может нас взять ты просто не видишь самое можете сказать сейчас я первый по промке ну ты-то реально по технологиям отстаешь ты Субтитры сделал DimaTorzok Не, я просто не понимаю, зачем тебе брать Ару, не понял Потому что Ара напал бы на нас через несколько ходов И он бы, ну, меня, я думаю, он бы захватил Потому что мне, австрийц, расфигачил практически всю мою территорию Во время нашей с ним войны Австрийца, ты можешь около Равены рабочего захватить, римского? Ну, если ты мне открыл границы, которые я тебе дал Блин, ты ж предупреждай, это у нас тут Продолжение следует... А у тебя около Рима есть чем высадиться? Нет А, я еще вспомнил, почему я решил на Ару напасть Потому что если улетает австрийц, я на последнем месте буду То есть мне нужно что-то захватить, чтобы больше очков стало Собственно, я думаю, наверное, такая же логика должна быть у австрийц Да, тут даже делал мелочко Понимаете, еще проблема в том, например, вот я хорошо, я лидирую по науке Но вы забываете, что у австрийца на 25% у тебя больше должно быть этих людей Сколько... что там тебе дает кофейня? Короче, у него по идее... У вас 5, короче, да Да, у него по идее на четверть просто ученых должно быть больше, вот и все Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов Нет, там много полезной информации Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampo Чтобы вы сделали правильный выбор Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru И совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы А смысл, тогда придется и меня брать Потому что если кто-то из вас улетает То все равно будет третьим А не вторым А это как-то получается То есть ты играешь не на свою победу, а играешь на очки Пытаешься очки забывать за счет других Я при этом играю и на победу У меня победа еще никуда не ушла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, в Касабланку, три в Марракеш, Фес. Похоже, арене понравилось, что как их не научили играть. Но это мало кому нравится. Точнее, это вообще никому не нравится. Породни назад играл какую-то партию с рандомами. Он был говорящим. Так они там всех пятером были командой. Это было очень странно. Против тебя одного? Ну, да. Четыре игрока играли командой вместе. То есть друзья или что-то в этом роде. А один он просто думал, что не буду белой вороной, тоже буду на войну объявлять. Блин, походу у меня крашнулось цело. Слушай, я плохой хост. Может ты сейв загрузишь? ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Ну, технологии у нас до сих пор одинаково открыты. Да, денег у тебя мало, деталь купить. В принципе, какой там стоит 2400, что ли? Сейчас посмотрим. А, я не могу купить, я её строю. Продолжение следует... Ну, у нас даже по две детали присоединено. Прямо даже интересно. Ну, давай там быстрее, как бы кликай я. У меня, например, уже все юниты стоят просто. Поставь на автомат, я не знаю, там, что-то важное обрабатывать. Да, у меня все нормально. Продолжение следует... 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 Манхэттен? Серьезно? Чего? Манхэттен создает... Ну а чумия? Я просто посмотрел, что как можно дольше строится. У меня там все по одному ходу строятся, мне каждый ход выбирать лень. Ну, в общем, могу сказать, что у меня последняя деталь будет через 6 ходов. 6 ходов, я думаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет, даже через 4 ходов, поигравшись со специалистами чуть быстрее... Продолжение следует... 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 а стоило сколько деталь не хватает 500 золота для нас был все караваны видео если посмотришь увидишь что у меня 7 из 9 первого на золото ну спасибо за игру два хода нас разделила спасибо за игру было весело такое начало в трех клетках друг от друга че там по науке интересно да давай посмотрим наука вход ты смотри фиоп вообще вперед вышел нет не фил а это ты точно моя ну вот видишь мы примерно все время рядышком были я вот тут где-то в середине игры ломанулся вперед но потом производство у тебя тоже неплохо было всю игру вон рим только когда взяли он упал немного так рим все время впереди тоже был ты и рим с ринос по муки вход рим догнал о чем я и говорил ну большое количество городов совершает хоть они не самые высокие больше десятки нормально интересно и сколько количество известных технологий да он даже по технологиям практически нас догнал вот он захватил бы нас и все я не знаю до что он обижается потому что мы не дали убедить он наверно хотел в первую победу очень по количеству жителей вообще он впереди намного культура значит больше всех вот и что-то в конце игры так армии что-то увеличил она опнулась и встался вот золото все время вот с этим у меня все грубые проблемы из-за того что швед вместе сарой пытались узнать мачу-пикчу как бы проблем было меньше да это уже хотел мачу-пикчу но у меня с золотом получше все таки потому что я коммерцию взял а ты коммерцию не брал да я зашел один раз в эстетик чтобы побыстрее института выбрать ну и в конце сколько там золотого века ходок 50 я себе сделал и вот буквально пару ходов назад он закончился это отчетливо видно на производстве где у меня она падает просто резко вниз ну что все спасибо за игру пойду результат напишу спасибо за игру в общем четыре города под горами решили да кстати у тебя один город был без горы да 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 но он там хороший по на самом деле мне кажется что решила что эфиоп очень медленно американцы брал ну если бы он забил это на американцы пошел клепать фрегаты он может быть и смог захватить мои города таланны фрегаты мог просто развиваться там в самолеты например там знаешь так он совсем то есть его ара обогнал на много в итоги ну и выскажу свое финальное мнение об игре вообще получилась такая довольно интересные необычные грани когда у меня не было такого расположения странного когда я с одной стороны очень близко с одним из игроков нахожусь прям вот близко близко у нас но при этом мы особо не можем друг друга захватить и приходится постоянно договариваться и в этом мне кажется оказалось ну сильная позиция для меня и для австрийца нам пришлось взаимодействовать в плане дипломатии второе главное что очень важно было в этой игре я не дал развиться риму это тоже было очень важно если бы мы тогда в середине игры с ним не воевали если бы вот эффект не захватил у него город если бы еще австрийцы захватил него город тут рим бы победил сто процентов вообще без вариантов у него отличные города у него их много много религии это было бы полностью выигранная им игра я считаю это очень важной заслугой что я смог вот всех людей убедить объединиться и третий фактор который от меня не зависел вообще никак то что эфиоп как-то очень медленно с большим трудом и проблемами захватывал американца под управлением компьютера если бы у него это получилось быстрее он был бы по силе как рим примерно я не думаю что у нас тут были бы вообще шансы на победу тут скорее шансы на победу были бы у рима и эфиопии они могли бы как раз договориться вдвоем и захватить уже нас с австрийцем но получилось так как получилось спасибо что посмотрели полностью этот сериал пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры спасибо что застряли до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы царе до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры